всем привет сегодня у нас среда 17 июля 2024 года мы сейчас дочкой в провинции утрихт недалеко от города вурден в принципе от утрихта недалеко ездили навестить моего сына старшего и внучку провели прекрасно время вместе пообедали с сыном ну и с внучкой же конечно и вот уже на днях будет 8 месяцев время просто летит ну и сейчас мы уже едем домой дома нас ждут наш папа мой брат и наша любимая собака лили ну вот в обратное путешествие хотим взять вас с собой показать вам какие здесь просторы какие здесь домики очень красивая местность застройка тоже отличается от нашей вот посмотрите какой шикарный дом здесь живут соседи моего сына раньше они жили рядом в том вот построили такой шикарный дом вот этот вот угловой дом тоже мне очень нравится вообще всегда белая смотрится нарядно хотя и вот красный камень красный кирпич и мне тоже нравится вообще красивая здесь достройка красивая местность собственно как вся голландия знаете вот недавно смотрела буквально вчера поле нидерланды вот они выезжали там недалеко в германию и она говорит вот все равно голландия нидерланды красивее и я соглашусь на все сто процентов мы раньше очень часто ездили в германию и поближе и подальше германия большая страна по сравнению с нидерландами она огромная но хочу сказать вот тут уже и в бельгию мы ездили и францию на по европе да и конечно же в германии тоже есть очень красивые места и вот особенно южная германия но все равно вот по возвращению в голландию не замуж потому что я так люблю голландию нидерланды да и мне кажется что вот нидерланды они как-то более уютные красочные ярче что ли доброжелательные ну очень люблю очень люблю нидерланды ну голландию потому что мы живем в провинции южная голландия а это вот сейчас к вашему вниманию провинция утрехт оцените найдите разницу так сказать мы сейчас едем параллельно центру центр остается слева а мы проедем до конца вот этого города это не деревня это город ну вот найдите разницу между деревней и городом а вот тут классно а вот тут классно нет апартамента новая дюре а вон центр да а сколько это есть Да. Барка не приедет. Я считаю, что машина охотная машина, потому что штрафы от автобуса, чтобы вы не верёте. Угу. Наглые. Вот эти машины сейчас. Да. Смотри, вторая машина. Да. Вот где? Вот это снимем можно, вот именно при торговах. В Нидерландах, как собственно и по всей Европе, сейчас, конечно, очень много украинских беженцев. И вот эта Хемента, эта мэрия, да, этот город тоже не исключение. Люди расселены по всей стране, по городам и деревням, но все живут по-разному. Вот, например, эта Хемента богатая, да, и здесь люди, скажем так, устроены намного лучше, чем многие другие. Ну, и вот я хочу проехать, посмотреть. Я наслышана, как здесь люди жили, какое жильё им выделили. Ну, вот, скажем, до конца их пребывания сейчас. И вот хочу поехать посмотреть. Люди очень довольны, скажу вам так. Я общалась с теми, кто там живёт, и они довольны, особенно те, которые знают, как живут в других городах и деревнях. Ну, вот, давайте посмотрим. Конечно, изнутри я вам не покажу. Ну, это частная, да, личная жизнь этих людей. А вот снаружи мы сможем с вами увидеть. Ну, для начала нужно их найти, конечно. Башка. Байбок, байбок. За нас подсч", маленькая, да. 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 Да, да. Ааа. Не вехали, да? Да. Везокий. Да. Девочки, зря. Везокий. За часы. Продолжение следует... Мы слишком далеко заехали, нам пришлось развернуться и возвращаемся сейчас. Нужно смотреть внимательно, чтобы не пропустить. А, вот они! Точно! Ну, Денис говорит, что выглядит... Да, контейнер, вон оно, но там, внутри, две камеры. Апартаменты, ботканер, туалет, целый камералус. Ну вот, неожиданно мы нашли. И вот остановились, и хочу вам показать. Вот там центр города, а вот это вот модульные дома, в которых живут украинские беженцы. Снаружи вроде бы они неприглядные, но внутри это полноценные квартиры. Двух-трёхкомнатные, рассчитанные на 4 и 6 человек. А вот там вот центр, вот где эта башня. Смотрите, жалюзи. И вот у них есть такие, как рядышком такой маленький таун, такой палисадник. Очень даже комфортабельное жильё. Все, конечно, украинские беженцы или под временной защитой люди устроены в стране по-разному. Кто-то живёт в отелях, кто-то типа в общежитиях, кто-то в каких-то домах престарелых. Ну, разные. Вот видите, велосипеды, и тоже практически всё это людям дают даром. Не хюр, не в аренду, а на постоянное пользование. Бесплатно. Местность обалденная. Это провинция. Там внутри буквально вот полноценная квартира со своей ванной, отдельно туалетом, отдельные санузлы, да. И эти домики хорошо изолированы. Как бы ни казалось, что они вроде бы какие-то такие тонкостенные, нет. Хорошо изолированы от холода и от жары. И хочу вам сказать, что люди, которые там живут, очень довольны. Полноценное жильё со всеми удобствами, отдельное, что очень немаловажно. Потому что многие живут в каких-то типа комнатах, где у вас общая кухня, общий душ, общий туалет. А здесь у вас всё своё. И, что немаловажно, бесплатно. А многие, большинство там живущих работают и зарабатывают больше двух, иногда и трёх тысяч. А не платят ни за воду, ни за электро, ни за жильё. Но, конечно, ничего не бывает постоянным. И меняются и правила. И тем более сейчас у нас сменилось правительство. У нас сейчас правая, правящая партия. И они, конечно же, вносят свои изменения. И вот буквально через месяц-два будут новые правила. И люди будут платить, но чисто как за коммунальные услуги. Но люди считают, наши украинцы, да, это тоже справедливым. Если они работают и зарабатывают полноценную зарплату, а именно им предоставлено, вот только украинским беженцам. Ну, потому что у них другой параграф, другая статья. Они являются под временной защитой, как спасающиеся от войны. Статус беженца – это что-то другое. Там вы более зависимы, там, ну, не хочу грубо выражаться, как говорят, не дыхнуть, не пукнуть, да, без разрешения вы не можете. То здесь сразу же право на работу. И при том, что вот все эти блага пока вот до этого момента предоставлялись бесплатно. То есть люди могут отложить и помочь родным, и попутешествовать. Вот работающие могут и в Украину ездить, когда им вздумается. Ну, это уже как они там на работе у себя урегулируют это все. А, конечно, люди, сидящие на пособии, по-моему, не более 28 дней в год. И вы можете это использовать либо единоразово, либо разделить эти дни. Ну, тут и понятно, конечно, что нужно это проинформировать, да, о ваших планах. Ну, собственно, знаете, как говорится, чем больше ты зависим, да, это в любом государстве, тем меньше у тебя прав. Ну, так что вот делайте выводы, сравнивайте. Сейчас очень много информации, да, как люди устроены в разных странах. Но вот даже в одной стране, как мы видим, устроены все по-разному. И тут предоставлены тоже большие права каждой хименте. И сейчас, вот, как мы уже слышали, каждая химента получила там какие-то такие распоряжения, советы, что там можно, что нельзя. Но при том они имеют право как-то там их видоизменять или там выделить большую помощь, либо как-то на что-то закрывать глаза. Но это уже все решается на месте. Так что вот есть единое правило, но есть еще какие-то правила и, может быть, какие-то позволения еще в каждой хименте отдельно. Так что нельзя сказать, что вот для всех все тут одинаково. Да, хочу сказать, что с самого начала войны Нидерланды объявили, что они готовы принять до 50 тысяч беженцев. Но, как выяснилось, что в очень короткое время из Украины выехало очень много, несколько миллионов людей. И была с самого начала большая концентрация в Польше, и потом стали вот людей буквально распределять, да, по странам. И здесь в Нидерландах прямо вот были волонтеры, да, люди, добровольцы, которые ехали в Польшу и приглашали, брали людей, везли сюда, в Нидерланды. Ну, конечно же, много людей приехало и своим ходом, скажем так. Вот наши знакомые приехали сами. Но что хочу сказать, там очень быстро это количество людей выросло до 75 тысяч. Сейчас в Нидерландах более 100 тысяч украинских беженцев. И, конечно же, такая маленькая страна вот просто не в состоянии обеспечить жильем, тем более, что здесь нот воня. Но тем более, что Нидерланды сами нуждаются в жилье. И особенно вот молодёжь, молодые семьи или даже вот тут просто молодые люди. Раньше в Нидерландах после окончания школы дети уже шли жить отдельно. Кто в комнаты, кто снимал квартиры, да, вот уходили на учёбу, на работу и жили отдельно. Сейчас такая тенденция, что очень долго по нидерландским меркам дети продолжают жить с родителями. И это только потому, что цены на жильё взлетели. Непомерные, конечно, и естественно, как и на покупное жильё, так же и на аренду. И молодёжь просто не в состоянии оплачивать такое жильё. Поэтому продолжают жить, пока не заработают какую-то свою копейку, да, продолжают жить с родителями. И очень много. Ну и, естественно, если тут и своим не хватает, но хочу вам сказать, что для украинцев очень-очень-очень постарались голландцы выделить жильё. И продолжают это делать. И вот эти вот модульные дома, это не какой-то, знаете, там, жест, а это довольно-таки дорогостоящие дома. У них гарантия на 50 лет. И строится сейчас тоже жильё именно вот для украинцев. Ну, а что хочу сказать, что вот буквально в октябре нидерланды закрылись для приёма украинских беженцев. Но сейчас ситуация изменилась. И официально нидерланды не принимают украинских беженцев. Но есть исключения. По-прежнему принимают квецбары хрупом. Это, ну, людей, скажем, с ограниченными возможностями, то есть вот инвалидов, родители-одиночек, сыны-повнолитними как-то, ну, с детьми до 18 лет. И там ещё есть какие-то категории. Это всё можно найти на сайте ИНД, иммиграционной службы. Она есть и на русском языке, и на украинском языке, и на английском, ну, собственно, на каком вам удобно. Так что вот не всё так однозначно. И до сих пор, конечно, едут люди. Мы с вами знаем, что Россия жестоко обстреливает Украину. Мой родной город Патерпай. Буквально, вот, понимаете, каждодневные жуткие обстрелы и этими авиационными бомбами, ракетами, градами. Вот у меня и попало в квартиру моего брата. Бьют по центру. Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра. И, ну, собственно, они бьют и из Крыма, и эти ракеты летят, вы знаете, даже из района Каспийского моря. Ну, и вот, конечно, и Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Харьков ужасно. Ну, и все вы слышали о Киеве, да. О больнице, и там не только больница, это детская Ахмадет пострадала, а там и родильный дом, и жилые дома. Ну, собственно, вы все это хорошо знаете. И даже бьют и дальше. И, конечно же, люди, даже те, которые все-таки хотели оставаться, все равно ищут спасения. И это все не так легко, и не каждый может уехать. И люди, конечно же, еще боятся, куда они поедут, и как их примут, и сколько денег нужно. И для многих это является проблемой. Но, как ни странно, именно уехать за границу, вот для таких людей, у которых нет денег, получается гораздо выгоднее. Потому что в самой Украине, ну, кроме того, что сейчас сложно найти безопасное место, и вот по Одессе лупят просто, понимаете. Еще и плюс, это страшная жара. В некоторых местах, вот я видела Винница плюс 52, это в тени. Вы представляете, что на солнце? 65 или сколько? И отключение света вы не можете ни кондиционер включить, если он у вас есть, даже элементарный вентилятор или холодильник, да. В общем, ситуация ужасная, ужасная. И вот как ни странно, но уехать за границу получается вот для тех, кто подходит под эту группу, выгоднее. Потому что в Украине тоже мало того, что вы найдете, вы уедете там в Западную Украину или куда-нибудь там в Северно-Центральную. Ну, опять-таки, вам нужны деньги для того, чтобы снимать жилье, да. А пенсии маленькие, работы нет. И вот как, как жить? Так что, вот следите за информацией. Сейчас очень много информации именно конкретно от людей, которые выезжают. Вот есть канал Черешневы Мандры. Ниночка, женщина, 67 лет, из Мелитополя, была в оккупации. Они выехали из оккупации, жили в Запорожье, в Днепре. Но туда тоже прилетают жуткие обстрелы. И вот она выезжала в Норвегию и провела там 4 месяца. И как их принимали, как им помогали, это просто восторг, скажем так, да. Но вот человек вернулся в Украину, не выдержала. Тоска по родине, по детям. Ну, климат в Норвегии, конечно, очень отличается от Украины. Ну, хотя вот сейчас в Украине нелегко, нелегко. Аномальная жара и война, и это просто вот трэш, конечно. Но вот на канале у Нины вы можете найти канал Черешневы Мандры. Черешневы Мандры, повторюсь. Очень много информации. Как выехать, сколько это стоит, как вас там примут, что там вас ждет. Вы все можете найти на этом канале. И так же, как и на многих других каналах. Очень много людей, которые рассказывают и дают подробную информацию. Так же хочу сказать, что есть здесь в Нидерландах канал Светана, Светлана Кошек. Она, не могу сказать точно, по-моему, она экономист. У нее есть свое бюро какое-то. Но она именно на добровольных началах, да, вот на свое свободное время, да. Вот из чисто по своей доброте, она проводит трансляции, она делает видео, она отвечает на вопросы. Все, что касается украинских беженцев в Нидерландах. И там вы тоже можете подчеркнуть очень много информации. Очень приятная и знающая женщина, которая непосредственно работает в этой области. И там в ее агентстве, в ее бюро есть люди, которые занимаются помощью именно украинским беженцам. Ну, тут, по-моему, тоже выезд. Так что, вот, кого это интересует, да, пожалуйста, загляните, и вы найдете для себя много полезного. Ну, а мы возвращаемся домой. Немножко здесь покатались. Я съезжала с трассы и заехала, не знаю точно это деревня или город, вот, вода храфа. Проехались мы. Ну, а сейчас мы будем выезжать на трассу. У меня, конечно, еще много видеоматериала, но я думаю, это видео получается и так достаточно длинным. Поэтому, прошу вас, ставьте свои лайки, это поможет увидеть другим людям этот канал. Вы понимаете, у меня канал не коммерческий, поэтому YouTube в моем канале не заинтересован. Я не знаю, видите вы тут рекламу или нет, но у меня не монетизирован канал. Я не получаю с этого ни копейки, и я делаю тоже только, потому что мне это нравится, да, мне хочется делиться красотой, информацией. И хочется и надеяться, что чем-то, может быть, кого-то поддержу, кому-то помогу. Да, и даже просто иногда для хорошего настроения. Так что, пожалуйста, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, пишите, откуда вы, потому что география очень большая на моем канале. Я вижу это по аналитике, по статистике. И, конечно, на первом месте стоит Россия, Украина, но очень многие в Германии, Казахстане и даже Новая Зеландия, Израиль и Америка. Люди с разных стран. Так что, пожалуйста, если вам не сложно, напишите в комментариях, из какой страны, какой город, откуда вы меня смотрите. Будет очень интересно. Ну, а сейчас я всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, мирного неба над головой и всех благ. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok